Ну вот, я не знаю, так сказать, там мелкая леклация, то есть, там, леклы, шарики, надо метрического размера, но это, например, вот такие мысли, суспензии, когда маленькие-маленьшие кристаллицы, но они метрического размера, это, так сказать, раствор уже, так сказать, это мы должны отделить. Раствор – это когда происходит смешение, взаимное распорение на молекулярном уровне. Поэтому вот эти растворы называют, вот есть такой термин, очень важный, истинные растворы. Истинные растворы. То есть, когда у нас смешение происходит на молекулярном уровне, это истинные растворы. Вот термодинамика, так сказать, она, это технологический аппарат, для истинных растворов, для истинных растворов. Разработка, которая здесь немножко касается того, как они управляются. Истинные растворы, это, на два класса, на молекулярные растворы и молекулярные. Или йомные растворы. Проект и йомные растворы, они... Что такое молекулярные растворы? Потому что смешение Е, растворение Е происходит на молекулярном уровне. И вещество, компонентное. То есть, он теряет свой индивидуальный, так сказать, индивидуальный способ. Теряет свой индивидуальный способ. Но частички в молекулярных растворах, они нейтральны, не диссоцилируют. Это, конечно, непросто. Поэтому это упрощает описание, но тоже примерно несколько, как сказать, нереальная ситуация, особенно в наших эхимистических системах. Значит, ну, электролит, они, это более, так сказать, в ситуации близко, так сказать, к реальной природе. Но электролита делится на слабое, стоит и сильная. Вот такая тоже классификация есть. Ну, сильный электролит, это полностью ассоциированный, столько, как оно. Ну, наприкло, владеет, и сильный электролит, и делит. Полностью. А вот расклад, итак, мы с вами говорили, это слабое электролит. Но термодинамика, термодинамика растворов, она вся базируется и основана на молекулярных растворах. И все остальные там растворы, они в основе лежат вот этого термодинамика молекулярных растворов с некими дополнениями, модификациями, так далее, так далее, так далее. Но вот это вот ядро термодинамические, а вот базируется, ну легче писать. Она разработана, так сказать, на... И даже некоторые, так сказать, реальные объекты, они описаны термодинамическим рамком, как говорят. Молькулятор с торпой дает, а уже, так сказать, все подойдет, а в совпадении. Значит, ну еще, вот так сказать, есть такой класс... Итак, значит, вот так, жидкие, газообразные, жидкие, твердые. Значит, каждый тип раствора тоже имеет свои особенности. Но, опять же, вот описание, термодинское описание, их, опять же, базируется на термодинском писании молекулярном растворе. Какой бы мы ни взяли, жидкий, там, или твердый. Вот твердый раствор, кстати, который здесь вот есть. Основа, опять же, молекулярный раствор жидкий, жидкий, жидкий. Вот мы с ним, с ним и с вами будем иметь дело, так сказать, с вами. Жидкий, молекулярный раствор. Это будет не обязательно вода, то есть, как говорят, будет расклад, так сказать, всегда. То есть, некий, некий шидкий фаз. Калорийный раствор, есть такое понятие, вы знаете, да? Калорийный раствор, но она, эти растворы, это особый тип растворов, которые не относятся к истинным растворам. Калорийный раствор, это тоже. Калорийный раствор, это тоже очень важный уровень. Вот, потому что там вот эти вот, так называемые, мицеллы, так сказать, группировки, они настолько крупные. Это уже не молекулярные, так сказать, системы, а, скорее, гетерогенные системы. Но, в то же время, ее нельзя хвостить гетерогенную систему. Это особый классный раствор. Очень важно, то есть, как природа сегодня при изучении низкой температуры, гетерогенные растворы. Смеками, просто, герамм распорядки. Ну ладно, так. Вот я, значит, вам так понял. Так, теперь, вот эти муникулярные растворы. Муникулярные растворы. Здесь тоже классификация, ну, потому что гигантская совершенно. Все, все вещества, они, если бы все растворы. Здесь тоже есть своя классификация. Получается такая вот, да. Значит, совершенные растворы. Стрелочковые. Идеальный раствор. Дальше следующее. Не идеальный раствор. И реальный раствор. Вот 4 муникулярные растворы. Ну, на чем можно базировать это раствор? На выражении химических потенциалов. Вот, я знаю, химический потенциал. Какой-то компонент в растворе. В растворе, да. Какой-то химический потенциал чистого вещества, которого не существует. Это некий предельный случай. Плюс, вообще, на горит. И здесь вот, что за вот эти растворы на горит. Если это, моренный просто домик. Концентрация в растворе, в каком-то компоненте. Это идеальная и совершенная раствор. Вот этот вопрос. Начнем. Вводят вот пары. Раствора. Чем отличается совершенно этот диагноз? На всем протяжении, ну скажем, смесь А и В, да. На всем протяжении от А до В соблюдается вот это вот. Здесь можно быть либо А, либо В без разницы. На всем протяжении от А до В. Может, третьего поменять. Но все. Если у нас во всем, для всего расслаблено на всех, насколько его концентрация содержания не будет соблюдать. Это совершенный раствор. Если только в каком-то интервале, небольшом интервале, соблюдается это соглашение, называется идеальная. Значит, ну вот эту вот схему разделения на совершенный диагноз, и она принес свою бежу. И в современной, значит, термодинамике Растворова, она, ну, в последней книжке, по-моему, если не увидите, про Пригожину, и Ганди Путину, второй, например, саппорт. Ну, про Горжину вы именно, конечно, это знаете, как я уже говорил, но на последнем занятии она была говорящей. Значит, это самый-самый современный, так сказать, я не знаю. Вот. Вот. Вот он, в последней книге, значит, проводит Евлия Кассова и Западная Школа, она придерживается этого слова. У нас, в нашей литературе, да, у нас этого нет. У нас все, вот это вот, все, вот, у нас нет разделения совершенно идеального. Хотя термины есть. Но у нас, понимаете, что совершение идеального, тогда лучше. А вот западная, тогда лучше. Так. Если у нас, вот здесь вот, стоит активность. Стоит активность. Это класс неидеальных и реальных расслов. Реальных расслов. Чем отличается? Ну, если дальше мы вспоминаем, что активность и концентрация, она эффективность и эффективность взаимодействие с своим окружением химическим. И гамма, если единица, то это идеальное. Если меньше, то у нас силы взаимодействия великие, они притягиваются частично. То есть вот происходит, как говорят, быстризация. Так, простой. Или наоборот, отталкивание. Значит, если гамма больше пьется. Вот когда у нас, кстати, появляется эвакуация, появляется эвакуация. Гамма больше пьется. Расслов. Так вот, если у нас имеет место довольно сильное взаимодействие, то тогда мы имеем реальность. А это раствор, чрезвычайно вываживаете, для магматистов. Это когда у нас раствор частично идеальный, частично реальный. Что-то такое частичное. Мы сейчас... Ну, давайте поговорим. Значит, вот давайте... Это очень важный момент. Это важный момент. Есть регулярный раствор, вот так пишу. Есть регулярный и атермальный. Вот регулярный раствор, для жени. Играет. Экраны. Играет. Продолжение следует...